По мнению защиты, этого было достаточно для того, чтобы этот процесс прошел без него. Но суд решил таким образом, что в этом заявлении нет просительной части. А это неверно. Почему? Потому что просьба это и есть заявление. Мы пытались это объяснить судом, но он не воспринял это. И озвучил для конвойной службы тот факт, что есть распоряжение суда по доставлению Атамбаева в суд и конвойная служба должна это исполнить. Я это расцениваю как перекладывание ответственности за возможное принудительное доставление на технические службы. У них нет полномочий по принуждению, то есть забору из следственного изолятора кого-либо. Конвойная служба лишь конвоирует. И если в процессе конвойных деятельностей конвоя возникают эксцессы, то они действуют по инструкции. До того, как в их руки поступит какой-то гражданин после передачи или добровольного, они не имеют права принимать какие-то действия. Тоже относятся и к следственному изолятору. В данном случае, как я уже говорил, это отсутствие каких-либо норм, которые регулируют отношение принуждения выйти из камеры. И в том числе и в суд. Нет нормы, значит принимайте какие-то решения, альтернативы. Тем более, что Омазбек Шашинович написал лично, своей рукой, что он не будет участвовать в судебном разбирательстве. Когда он находится? Сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...